Девяносто процентов ТЭЦ Бишкека можно было модернизировать и за 50 миллионов долларов, но, как известно, потрачено 386 миллионов. Сегодня в безопасном городе уже пять дней большинство автолюбителей перестали нарушать правила, но вопросов по проекту осталось немало. Об этих событиях сегодня поговорим более подробно. В эфире информационно-аналитическая программа «Джума Баян». С вами Руслан Харизов. Здравствуйте. Преступление века почти раскрыто. На неделе генеральный прокурор отчитался в парламенте по делу о скандальной модернизации теплоэлектроцентрали. Столичную ТЭЦ можно было модернизировать на 90 процентов за 50 миллионов долларов, но на это потратили 386 миллионов долларов. Вопросов по безопасному городу есть немало. Как будет вести себя система, если на дорогах будет регулировать регулировщик? Хорошо то, что все будут соблюдать правила движения и никто никому не будет подрезать. Самодовольное правительство Кабмин работает хорошо, говорит премьер-министр, несмотря на шквал обрушившейся критики общественности. Модернизация ТЭЦ Бишкека нанесла ущерб государству на 111 миллионов долларов. На высоком уровне была организована коррупционная схема с участием ряда высокопоставленных лиц. Организатором всего этого генпрокуратура считает бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Однако у обвиняемых не нашли незаконных денег или имущества, зато государство взяло под арест владение фигурантов дела на более чем 413 миллионов сомов. По словам генпрокурора, еще в начале модернизации ТЭЦ заключили невыгодный договор. Выяснилось, что Исаков, используя свое служебное положение и прикрываясь заданием руководства при реконструкции ТЭЦ, заведомо зная, что в 2010 году отказались от предложения модернизации за 200 миллионов долларов компании ТЭЦ, заключил соглашение именно с ней, рассказал генпрокурор. Также Уткурбек Джамшитов добавил, что бывший премьер, не составляя смету по проекту, приобрел строительные материалы по завышенной цене без участия той же ТЭЦ. 11 февраля генпрокуратура обвинительное заключение в отношении обвиняемых утвердила и направила дело в Свердловский районный суд Бишкека для рассмотрения. Если кто забыл, напомню, в разгар мороза в столице 26 января прошлого года произошла авария на ТЭЦ. Череда арестов и скандалов привела к одному из самых громких судебных процессов, где на скамье подсудимых оказались высокопоставленные чиновники. Перезад Бакытова с подробностями. После аварии на ТЭЦ Бишкека было возбуждено три уголовных дела. По коррупции при отборе подрядчика на модернизацию. По недостаточной подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018. По отмыванию денег, выделенных на ремонт теплоцентрали. По статьям злоупотребления полномочиями, присвоение вверенного имущества, подделка документов и, наконец, коррупция. Обвиняются восемь высокопоставленных чиновников. Энергетики умышленно укрывали отсутствие крыши и остекления, а также проявили неправильный демонтаж оборудования. В результате резкого понижения температуры упал уровень химобессоленной воды. Энергетики не были готовы к отопительному периоду. Ущерб государству составил 89,6 миллионов сомов. Ежегодно на ремонт выделяется 400 миллионов сомов. Через подстанные фирмы чиновников средства расходовались на личные товары. По мнению главного прокурора страны, ТЭЦ Бишкека можно было модернизировать на 90% и всего за 50 миллионов. По его словам, решение по модернизации принималось Сапаром Исаковым. И он же давал поручение, где покупать оборудование. Столичную ТЭЦ можно было модернизировать на 90% за 50 миллионов долларов. Но на это потратили 386 миллионов долларов. По проекту отсутствовали тщательные расчеты и параметры. Обвиняемые сейчас пытаются выдать себя за героев, будто они предотвратили катастрофу. Это можно расценить как популизм. Если бы модернизацию провели качественно, то аварии бы не произошло. Да и как они могут объяснить, что два блока за 386 миллионов долларов не смогли обеспечить теплом горожан? В итоге, по подсчетам прокуроров, государству нанесен ущерб на 111 миллионов долларов. Отмечена стоимость оборудования и услуг завышалась, чтобы свести к сумме 386 миллионов долларов. Кто будет возмещать ущерб, вопрос открыт. Ведь Генеральная прокуратура наложила арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов. Дело всего на 413 миллионов 885 тысяч сомов. Больше всего имущество арестовано у бывшего министра энергетики Осмомбека Артыхбаева. Почти 260 миллионов сомов. Следом идет экс-премьер-министр Джанториус Атабалдеев. У него взяли под арест имущество на сумму чуть больше 44 миллионов сомов. У Саладина Авазова, бывшего гендиректора Акционерного общества электрические станции, взяли под арест на сумму немного меньше 68 миллионов сомов. У Айбека Халиева, их главы национергохолдинга, нашли имущество всего на 19,5 миллиона сомов. На миллион меньше оказалось у руководителя представительства китайской компании ТБА в Кыргызстане Мусаджана Макелека 18,5 миллионов сомов. На фоне этих миллионеров выглядят совсем уж скромными аресты бывшего премьер-министра Сапара Исакова. У него генпрокуратура арестовала имущество всего на 1 миллион 800 тысяч сомов. У Джолдашпека Назарова на 1 миллион 700 тысяч сомов. К слову, генеральная прокуратура не нашла у обвиняемых денег или имущества, которые доказывают факт коррупции. Об этом признался сам Эткурбек Джамшитов. При лоббировании обязательно бывает взятка. Вы нашли у кого-нибудь незаконные деньги на банковских счетах, за рубежом, новые дома или другое имущество. Мы принимаем все меры, чтобы обнаружить следы денег. В случае их обнаружения, даст бог, если найдутся в отношении обвиняемых, будут возбуждены новые уголовные дела по фактам незаконного обогащения и легализации доходов, полученных преступным путем. Работа в этом направлении проводится. Как вычислялся ущерб от модернизации ТЭЦ? Ведь следствие отмечало, что с компанией ТБИ контракт был подписан в формате СПС, по которому компания выполняет всю работу под ключ и не отчитывается о расходах. Однако генпрокуратура уверяет, что обосновать свое заключение в суде они смогут. Каким образом следствие высчитывало ущерб в 111 миллионов долларов при модернизации ТЭЦ Бишкека? Чтобы вычислить реальную смету расходов, были проведены судебно-строительная товароведческая экспертиза, в которых участвовали 47 специалистов и 21 исследовательская группа. Они пришли к заключению, что реальная стоимость модернизации составила меньше на 111 миллионов долларов, то есть около 275 миллионов. Но отдельные депутаты, к примеру, Ирина Карамушкина, обвинила в принятии заведомо невыгодного соглашения с ТБИ своих коллег, в частности, бывших спикеров и председателей профильных комитетов. И приложили на 8 человек, и пускай они как отпущение кто-то несут ответственность. Почему не привлекаете депутатов? Парламент поддержал соглашение о модернизации из благих намерений и доверившись руководителям страны. Джоур Кукинеш узнал о возможных фактах после аварии на ТЭЦ, которая произошла 26 января прошлого года. Парламент заинтересован в установлении истинных виновных по уголовным делам. Но всю вину сейчас пытаются переложить на Джоур Кукинеш. Воры должны ответить. Это наши требования. Виновные должны ответить. Многие не понимают, что международное соглашение – это базовый документ. Воспринимайте это как утверждение госбюджета. Гораздо важнее соглашения, которые подписывали министр финансов Лаврова и глава электрических станций АВАЗов. Здесь не сидят 120 энергетиков или финансистов. Это они должны нести ответственность. Экс-министр финансов Ольга Лаврова не сбежала. Она находится в Бишкеке, более того, занимая должность замгенерального директора «Газпром Кыргызстан». На ее имущество тоже наложен арест. Правда, в отчете генпрокурора этого нет. Однако Джамшитов уверяет, что так она и есть. При этом об обвинении в отношении Лаврова стало известно буквально на днях. Ну а первый судебный процесс по уголовным делам ТЭЦ начнется уже 19 февраля в Свердловском районном суде. Несмотря на шквал критики в свой адрес, премьер-министр Аблгазиев считает, что его правительство работает эффективно. По его данным, за прошлый год ВВП составил 3,5%, а снижение иностранных инвестиций глава Кабмина объясняет мировой тенденцией. Между тем, Аблгазиев объявил выговоры за недостаточную работу и допущенные упущения министру экономики Олегу Панкратову и министру образования Гульмире Кудайбердиевой. Ряд глав отдельных ведомств получили замечания за то, что работают плохо. Но многим чиновникам на вчерашнем заседании, видимо, было скучно. В таких случаях спасают мобильные телефоны. Во время обсуждений серьезных вопросов многие, как говорится, уставились в гаджеты. Премьер разозлился, что его не слушают и обещал дать поручение, чтобы чиновники оставляли смартфоны при входе в зал заседаний. Как на самом деле сегодня обстоят дела у кабинета министров, смотрите далее. Премьер-министр Аблгазиев подвел итоги работы своего Кабмина за прошлый год. Пригласив на заседание удобных ему СМИ, он начал говорить об эффективности своей команды. По его мнению, правительство справилось с экономическими задачами в непростых условиях. Мы смогли успешно преодолеть все трудности. Правительство проводило сбалансированную и осмотрительную политику, показав тем самым свою способность эффективно справляться с экономическими задачами в условиях сохранения макроэкономической стабильности. Рост ВВП в 2018 году составил 3,5%, тогда как в странах, являющихся нашими основными торгово-экономическими партнерами, продолжают наблюдаться последствия системных кризисов в мировой экономике. Видимо, Аблгазиев не в курсе, что на 50% возрос отток капитала из страны, а доля иностранных вложений, наоборот, существенно снизилась. В прошлом году объем прямых инвестиций составил 350 миллионов долларов, а это меньше на 31,5%. Но по мнению главы Кабмина, это связано лишь с глобальными мировыми процессами. Приток иностранных инвестиций в 2018 году снизился не только в Кыргызстане, но и в других странах. В прошлом году в мировой экономике был системный кризис. Во всех государствах мира это сказалось отрицательно на росте инвестиций. В прошлом году приток инвестиций в мире снизился на 23% или на 1,4 миллиарда долларов. Позиция министра экономики Олега Панкратова схожа с Аблгазиевым. Они дают одинаковые ответы. Однако у Джоурхукинеши свое мнение по этому поводу. Причиной всему элементарна инертность Кабмина, считают в парламенте. Причина вокруг инвесторов. У нас слишком много халявщиков. Каждый хочет урвать свой кусок. Вы можете сегодня выйти на улицы, ходят инвесторы. С портфелями, деньгами, грантами, гарантиями, все что угодно. Но пробиться к вам это невозможно. Пришел там, у нас сменяемый с кадром, слава богу, впереди всей планете. Вот соглашение подписали, пришел новый руководитель, говорит, а где моя доля? А тут забрал. Тогда давай по новому. К слову, министерство Панкратова получило удов за плохую работу по привлечению инвестиций. Плохо не только с экономикой. У правительства возникли проблемы и с социальными вопросами. Неудовлетворительной в парламенте считают и работу Минсельхоза. Предлагали даже его реорганизовать. Прогнозы ведомства не сбываются. А крестьяне несут огромные убытки. Эти чиновники не понимают ничего о проблемах в сельском бизнесе. У фермеров иное представление. А у членов кабмина совершенно другое. Непоколебимо остается на месте и министр образования Гульмира Кудайбердиева. Пока школьники вынуждены учиться по книгам с грамматическими ошибками. 33 миллиона выброшены на ветер. Именно столько правительство потратило на печать новых школьных книг. Не все, слава богу, и у главы Минздрава. Космонспект Чулпанбаев известен скандалами с неудачным тендером с 15 машинами скорой помощи. Сам же глава ведомства катался на новеньком джипе, купленном на средства Всемирного банка. Правда, после резонанса машину поставил в гараж. Уважаемое правительство, точнее, когда-то, уважаемое правительство, когда вы, наконец-то, выйдете из комы, протрете глаза и увидите, только вы не видите, какой беспредел творится у нас в здравоохранении и в образовании. Может, помогла критика общественности или кое-что другое, но все же премьер-министр, кажется, проснулся. Абулазеев на заседании сделал выговор трем министрам за плохие показатели. В Кульмире Кудайбердиевой, Олегу Панкратову, Космосбеку Чулпанбаеву, а также директору агентства по защите и продвижению инвестиций, статс-секретарю Министерства культуры, главе госархитектуры, главе госархитектуры и еще ряду чиновников. Но на этом не все. Премьер уволил шесть акимов за то, что все нанесли урон имиджу правительства. Долгожданный безопасный город, который правительство разрабатывает вот уже с 2011 года, наконец-то запустили в этот вторник. Однако пробелов в нем немало. Но в первый же день функционирования проекта был заметен приятный результат. Автолюбители перестали нарушать правила, а самое главное, появилась какая-никакая безопасность на дорогах. Об этом говорят и сами водители. Но вот изначально автолюбители и специалисты задались рядом вопросов по отдельным моментам. К примеру, если камера будет фиксировать нарушения при работе регулировщика, то что станет со штрафами, да и что будет с нескончаемыми пробками? Если говорить откровенно, то да, эффект от проекта заметен. Водители стали бояться переезжать в стоп-линию, пропускают пешеходов. Но нашлись и те, кто замазывают госномера автомашин грязью. Однако в концерне «Вега», который, собственно, и реализует безопасный город, уверили, что использование пленок, решеток, закрывающих госномер, не дает результатов. Камеры в любом случае зафиксируют государственный регистрационный номер авто. Более того, в парламент внесен законопроект, предусматривающий ответственность за управление транспортным средством с отсутствующими подложными или поддельными номерами. Достан Касканов расскажет подробнее, как приняли масштабный проект бишкекчане. Сегодня в Бишкеке очень много пробок, однако это скорее хорошо, нежели плохо. Сегодня в Бишкеке, наконец, начал работать долгожданный проект «Безопасный город». Этот проект должен фиксировать нарушения автолюбителей и отправлять им по почте. Может быть, поэтому сегодня почти никто не нарушает правила. 12 февраля, наконец, заработал «Безопасный город». Теперь на самых оживленных перекрестках столицы царствует порядок и спокойствие. Водители не пересекают соп-линию и начинают движение не раньше зеленого цвета. Автолюбители довольны тем, что теперь на автотрассах будет безопасно. Однако нашлись и возмущенные, которым явно не импонируют созданные проектом пробки. Это хорошо, в целом это хорошо. Еще больше камер везде, на каждом участке было бы супер. Потому что бардак на дорогах творится. И если не будет достаточно сильного, большого, ощутимого штрафа для водителя, то его не усмиришь. Хорошо то, что все будут соблюдать правила движения, и никто никому не будет подрезать. И потом, правила, она как бы, все равно, когда по правилу едешь, надежно, да? Уже не боишься, кто-то там сзади влезет, кто-то спереди. Интернет-пространство сходит с ума. Многие начали заливать видеоролики в сеть, как автолюбители соблюдают правила дорожного движения. Мы устраивали, чтобы повернуть налево. Сейчас все они как положено. Сегодня 12 февраля. Львиная доля критики приходилась на водителей маршрутных такси. Ни для кого не секрет, что беспределом на дороге по большей части занимались именно они. Но теперь даже их как будто подменили. И маршрутники все как один выстроены в положенный ряд для совершения того или иного маневра. Однако сами они возмущены тем, что проект до конца не доработан, а штрафы и вовсе превышают их заработок. Требования все те же – создать условия для водителей общественного транспорта. Конечно, ощущаем, что правила начали соблюдать. Однако власти позабыли, что необходимо создавать условия. Нас тоже нужно понять – остановки далеко друг от друга, а пассажиры не понимают этого и открывают двери на светофорах. А это штраф. Для них тоже нужно создавать условия. И все же проект начал работать и в первый же день дал положительные результаты. Однако недоработок много. К примеру, во всем городе камеры установлены только на 10 перекрестках и дополнительно функционируют 20 передвижных аппаратно-программных комплексов для фиксации нарушений ПДД. Правда, это только первый этап. И будет ли развиваться он по плану, покажет лишь время. К слову, почти все удивились поведению водителей на дорогах. Они через «не хочу» соблюдают правила дорожного движения, но все же и у них есть определенные требования и очень много вопросов. Ну а самая распространенная проблема – это парковки в узких улицах. Ни для кого не секрет, что многие автолюбители оставляют свой транспорт прямо на обочине дороги, даже если сама трасса рассчитана всего на две машины. Во-вторых, еще одним спорным моментом является и завершение маневра. Если водителю на перекрестке необходимо повернуть налево, он должен дождаться проезда машин с противоположной линии. Тут сразу две проблемы. С одной стороны, водитель, раз уж пересек стоп-линию, должен завершить маневр. Но и на запрещающий знак светофора действовать нельзя. В этом случае какое решение примет безопасный город? На сегодняшний день система выявляет следующие нарушения. Система фиксирует семь видов нарушений. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Наказывается штрафом второй категории для физических лиц – 3000 сомов, для юридических – 13000. Выезд на встречную полосу. Штраф первой категории для физических лиц – 1000 сомов, для юридических – 5000. Движение по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам. Штраф первой категории для физических лиц – 1000 сомов, для юридических – 5000. Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора. Штраф первой категории для физических лиц – 1000 сомов, для юридических – 5000. Несоблюдение требований проезда пешеходных переходов. Штраф первой категории для физических лиц – 1000 сомов, для юридических – 5000. Превышение скорости движения более чем на 20 км в час. Штраф первой категории для физических лиц – 1000 сомов, для юридических – 5000. Превышение скорости более чем на 40 км в час. Штраф четвертой категории для физических лиц – 7,5 тысячи сомов, для юридических – 23 тысячи. Несоблюдение требований остановки и стоянки. Штраф первой категории для физических лиц – 1000 сомов, для юридических – 5 тысяч. Представим, система автоматизирована, и сотрудники ГООБДД решают разгрузить тот или иной перекресток. Но в этом случае водители будут ехать не под управление светофоров, а под управление сотрудников. Будет ли это штрафом – большой вопрос. Ну и конечно пробки. Водители маршрутных такси желают поворачивать со второго ряда вопреки законам правил дорожного движения. Однако власть имущие частично поддерживают их условия. Но благо закон пока еще не принят. Тогда уже трудно будет простым водителям, а маршрутники продолжат беспределить. Есть заметные изменения в плане того, что более дисциплинированно стало на дороге. Вопрос, надолго ли это протянется. Сейчас все пытаются выстроиться в один ряд, и вот эта перестройка немножко создает определенные трудности. Ну может быть это начальная стадия. Конечно, мне очень нравится это. По правилам все ездят. Но единственное, вот с парковкой бы как-нибудь разобрались, чтобы дорога освободилась, чтобы можно было ехать, чтобы никто не мешал. В этом направлении спорные моменты пока еще прорабатываются. И развернутых ответов горожане еще не получили. К слову, с 14 по 24 февраля ГОБДД проводит рейд под кодовым названием «Государственный номерной знак». Сотрудникам Управления обеспечения безопасности дорожного движения поручено проводить профилактическую работу с водителями и пешеходами. И особое внимание нужно уделить машинам со скрытыми или не считаемыми номерами. А все потому, что в Бишкеке водители уже начали замазывать номера грязью после того, как запустили проект «Безопасный город». В ГОБДД отмечают, что подобные действия являются нарушением, за которое предусмотрен штраф до 5000 сомов. До слага сканов, Алтымбек Кубанчбеков, Чума Баян. Вот такими событиями запомнилась уходящая неделя. Этот выпуск и другие новости можете посмотреть на нашем официальном канале на YouTube – NewTVKG. Всего вам самого хорошего. Увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok